здравствуйте друзья спрашивают как я отношусь к зрителям которые задают каверзные вопросы тут надо сказать что многое приходит на ум в частности вот масса есть анекдотов про каверзные вопросы вот например спрашивает там строю рядовой спрашивает то есть сержанты ведь а что такое пространственно временной континуум и тот говорит вот это еще рядовой сидоров задает интересный вопрос но вы сами то понимаем что вопрос камерзный да значит интересный вопрос задает как связать пространство и время такое ощущение что сержанта уволили смехмата но неважно значит отчислили отвечаю вы то есть сидоров будете сегодня копать траншею от забора и до обеда знаете вот так иной раз каверзный вопрос превращается в неприятность если задавать неправильным людям значит мне каверный вопрос каверзный вопрос можно задавать совершенно без всякого риска я люблю вопросы которые заставляют подумать о чем там на самом деле у нас ведь очень много вопросов которые практически не отличаются ну так вот да то маленькие там какие-то изменения на входе а так в общем то одно и то же я кстати сделал плейлист вчера вечером там где-то может быть вопросов видео штук 70 он у меня называется рассмотрите мою ситуацию значит и это за последние месяцев наверное там 8 9 10 не уходя далеко это вопросы вот связанные так или иначе с эмиграцией и вот вот как мне быть в моей ситуации я их собрал в один плейлист чтобы выдавать куда-то ссылку да так вот там не было особо каверзных вопросов что они все примерно об одном и том же а когда вопрос такой языка вырез ты думаешь их я вам больше скажу когда человек на интервью идет вот тоже мне в голову приходит и какой-то так вопросик задаст интересный сегодня утром я редко захожу на facebook или там одноклассники у меня есть ассистент светлана вот из харькова она живет в харьков и она там как бы ведет переписку но тут она мне говорит зайди посмотри я зашел посмотрел и там несколько вопросов были требующих моего участия в ответе и там был совершенно очаровательный рассказ паренька который я так понимаю что где-то он на украине он город не написал но так по из контекста вот он пошел на курсы по ручному тестированию так вдохновленные там моими какими-то видео он туда пришел их в группе 10 человек они учатся четыре месяца по два раза в неделю там по два часа и им дают такие серьезные задания большие вот если не сделал пришел на урок ничего не поймешь то есть я чувствую что их там как следует гоняют мало молодцы и вот значит и он рассказывает что вот там у них обмен какой-то между студентами там студенты говорят но как то вот ты понял это понял они говорят эхга чего бы им вот не рассказывать также просто как вот господин портнов дяди миша они меня называют это потрясающе вообще незнакомые люди дяди миши называют и вот значит в этом что то есть честно значит и дальше выясняют сидят обсуждают там и так далее пойти к вопросу о каверзности значит когда на интервью идешь я когда этот курс тоже начитывал я там давал советы какие вопросы задавать во время интервью и вот сегодня тоже паренек или точнее мама его пишет а он где-то в бельгии проходил интервью в какой-то английский банк и в английском банке он им вот этот каверзный вопрос который я там всем припас типа как вы опишите идеального кандидата под эту позицию вот и они там на уши встали и в общем мы оказались в трудном положении парень получил работу мама довольна парень доволен понимаете почему потому что вот этот каверзный вопрос заставил их задуматься они на самом деле даже они не могли не взять этого парня потому что редко кто придет и что такое тебя спросит что ты начнешь напряженно думать о чем ты как и и и лучше начинаешь понимать сам себя пойти это же это же очень дорогого стоит сколько есть людей которые тебе чего-то скажут и ты лучше сам себя начинаешь понимать вот поэтому каверзный вопрос это классный вопрос господи да если все вопросы были каверзные но в хорошем смысле есть чек выпендривается знаете вот был такой другой анекдот значит спрашивают там я не знаю но почему-то в нашем детстве это спрашивали все армянское радио но пусть будет армянское значит вот спрашивают что такое апассиона то ну точнее это радиослушатели ванов там из уфы и допустим спрашивает что такое апассиона то отвечаем не выпендриваетесь товарищ иванов эти вот поэтому когда человек выпендривается это одно а когда заковыристый вопрос такой чтобы наш репу почесать прежде чем ответить это очень здорово очень очень здорово потому что это тебя выдергивает из рутины и я я в принципе легко отвечаю на рутинные вопросы я рутинно отвечаю у меня очень много рутинной в работе да то что представьте себе резюме делать там тысячами вот или там один тот же курс читать там он меняется конечно но все равно 20 лет поэтому ничего страшного вот а тут тебя выдергивают из рутины и это конечно классно поэтому если вы в состоянии задавать каверзные вопросы задавайте каверзные вот а если не в состоянии вы тогда ищите учитесь у тех кто задает каверзные вопросы и так берите на вооружение но чтобы найти осторожненько надо потому что вот есть тоже такая классическая ситуация когда на которой можно нарваться вот мы мы его каламбуром а он нас каламбуром эти его тоже получается что пострадал а хотел так просто повеселиться в общем такая история счастливы ребят а